Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. Десятки соцобъектов и жилых домов в Чережском районе остались без света. Ликвидацию аварии обсудили в правительстве региона. Тревожный звонок для учителя и учеников. 18 школ Барнаула сегодня эвакуировали после сообщений о минировании. Чемпионат Сибири по спортивному ориентированию завершился в Барнауле. Кто с компасом вышел к победе, узнайте в выпуске. Энергетики оперативно завершили ремонт на линии электропередачи в Чережском районе. Отключенными от энергоснабжения сегодня утром оказались десятки социальных объектов и жилых домов. Аварийные бригады работали в сложных метеоусловиях при температуре 27 градусов мороза. Ситуацию обсудили на оперативном совещании под председательством губернатора края Виктора Томенко. Информация об аварийной ситуации поступила около 9 утра. По данным на 12 часов без электроснабжения оставались 17 населенных пунктов. Из 34 котельных 13 нуждались в электроснабжении. В селе Чережское жилые дома отапливали 4 котельные. На линии 35 кВт от подстанции Новошипуновская до подстанции Чережская протяженность линии 34 км. Соответственно, были отключены потребители все, потому что качество энергоснабжения ненадежно. Это приводит к поломке электрооборудования. Задействованы две компании. Для подключения объектов тепло- и водоснабжения социальных учреждений в Чережский район направили 20 дизель-генераторных установок. В райцентре они обеспечивали работу системы водоснабжения и котельных. Центральную районную больницу на период устранения повреждений электросетей подключили к резервному источнику питания. Всего в работах было задействовано 11 бригад филиала «Алтайэнерго» и 17 единиц специальной техники. Губернатор Виктор Томенко сделал замечание Екатерине Читошниковой, начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Глава региона обратил внимание на ее высказывание в интервью одному из информационных агентств. Она коснулась темы низких зарплат учителей и якобы завышенных ожиданий молодых специалистов. Уже несколько дней слова начальника управления обсуждают в федеральных СМИ и социальных сетях. Глава региона подробно остановился на этом вопросе в ходе оперативного совещания в правительстве края. Виктор Томенко подчеркнул, что в правительстве края ни в коем случае не откажется от продолжения прямого открытого общения с журналистами. Однако, по словам губернатора, для представителя власти такие заявления недопустимы. Одно из ключевых направлений нашей работы это способствование, а где-то и прямые решения по серьезному росту уровня доходов, уровня заработных плат. В том числе там, где мы являемся с вами работодателями. Государственная власть или муниципальная власть. Этого надо придерживаться. Виктор Томенко поручил Министерству образования и Управлению по труду и занятости населения региона проинформировать жителей края о ситуации с оплатой труда педагогов. В ближайшее время в СМИ будет представлен анализ фактического положения дел в этой сфере. К другим темам. Ваше здание заминировано. Немедленно эвакуируйтесь. Такие сообщения получились сегодня в 29 школах и 11 административных зданий города. В итоге в 18 образовательных организациях провели эвакуацию детей и распустили по домам. Как выяснилось позже, сообщения оказались ложными. Кто и когда понесет ответственность за лжетревогу, выясняла Евгения Князева. Считанные минуты на сбору в секунду опустевшие классы учителя и дети на холоде за окном минус 24 градуса мороза. О том, что здание заминировано администрацией краевых городских школ сообщили в районе 9 утра по электронной почте. Учебные тревоги мы проигрываем, мы их проводим. Учебно мы эвакуируемся, как говорят наши сотрудники ГОЧС, укладываемся в норматив. Но здесь ситуация была иной. Мы эвакуировались прежде всего на улицу для начала до обследования здания. На сегодняшний день находиться на улице было очень сложно, поскольку достаточно серьезный мороз. Школа номер 10 Новоалтайска сообщение о том, что здание заминировано поступило в 8.43 утра. Основной призыв письма – ни в коем случае его не игнорировать, а начать немедленную эвакуацию. В итоге уроки всей первой смены отменили. Не пострадал учебный процесс только для тех, кто учится с обеда. Совпадение или нет, но наш регион не единственный в стране, который накрыла волна писем и звонков о минировании. Ложные сообщения вызвали эвакуацию в Хакасии, Кемеровской, Омской и Новосибирской областях. С чем связаны такие лжепредупреждения и кто понесет за это ответственность? Это станет ясно в ближайшее время. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Кстати, подобные сообщения уголовно наказуемы. Нарушителям грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей. И это если повезет. Санкции статьи предусматривают ограничение свободы до трех лет. Евгения Князева, Анна Муратова, Антон Червяков, Денис Кузьменко. Новости. А я добавлю, по данным правоохранителей, цикличность сообщений о заведомо ложных терактах составляет 3-4 года. За это время появляется новое поколение молодых людей, которые полагают, что это безобидные шутки. Вот яркие примеры прошлых лет, которые закончились реальными наказаниями. В 2004 году студент Алтайского технического университета отправил на сайт ЦРУ письмо с угрозой взорвать метро в Нью-Йорке. Тогда виртуального террориста осудили на полтора года условно. И еще один эпизод. В 2008 году 19-летний студент Алтайского госуниверситета сообщил о подготовке покушения на кандидата в президенты Дмитрия Медведева во время его визита в Барнаул. Уже террорист отправил сообщение по электронной почте и получил за это срок 1 год и 4 месяца условно. Мусорная реформа началась в Алтайском крае с начала января. Регион разделили на 7 условных зон, где мусор будет вывозить определенный региональный оператор. Но с вывозом ТКО в некоторых населенных пунктах края еще есть проблемы. Один из них Заринск. Точнее, его частый сектор. Подробности у Владислава Кириенко. Если проехать по частному сектору Заринска, то на некоторых улицах можно наткнуться на оставленный мешок с мусором, а кое-где и вовсе целую гору. Например, у дома Марины Новиковой. Мусор тут, со слов жительницы, не вывозили с нового года. Сейчас появились проблемы, мусор вообще не вывозится. То есть он стоит, ну как бы мы его заносим, снова выносим. По какой причине мы его заносим? Потому что собаки растаскивают мусор. Поэтому приходится нам самим убирать и заново заносить. Но сказали, по пятницам вывозят мусор, но этого нет. Жители частного сектора жалуются. Регулярно мусор вывозят не со всех улиц. Признают это и в городской администрации. С января в Заринск зашел новый рекоператор. И еще не успел полностью познакомиться с улицами частного сектора. Некоторые есть несколько с нового года они вывозятся, потому что водители некоторые еще сориентироваться не могут у них. Ну вот как объясняет региональный оператор. Не все улицы еще выучили, и поэтому не везде забирают. Рекоператор, который курирует Заринскую зону, рассказывает, не вывозят мусор только с тех улиц, куда не могут проехать машины. Где-то нет проездов, где-то не очищены улицы, где-то нет разворотов в конце улицы. Где-то расчищено так, что просто тупо машина не вылазит в эту колею. Дело в том, что мы собираем ее на «Жигулях». Чтобы упорядочить вывоз мусора в частном секторе, в среду рекоператор составит окончательный график. А уже в четверг он будет у всех председателей уличных комитетов Заринска. Также сотрудники Минстроя говорят, рекоператору и городской администрации необходимо составить карту, где будут указаны конкретные точки вывоза мусора из частного сектора. Владислав Кириенко, Михаил Лифуншан. Новости. Напомню, главная цель мусорной реформы – ликвидировать все захоронения твердых коммунальных отходов и встать нам путь переработки. Но чтобы перерабатывать мусор, его нужно отсортировать. И в нашем регионе уже изобрели специальный аппарат для автоматизированной сортировки – ТКО. Что это, узнали алтайские законодатели и наши корреспонденты. До чего дошел прогресс? Теперь аппараты по сортировке мусора работают не только по назначению, но и могут сыграть незамысловатую новогоднюю мелодию. Это один из сюрпризов, который компания «Сисорт» приготовила для делегации алтайских законодателей, но не единственный. Главный – это новинка – аппарат «Экосорт». Особенность машины – высокая производительность. В час машина перерабатывает 4,5 тонны пластика, сложный математический аппарат и, главное, гидроспектральная камера. Это набор сенсоров, каждый из которых чувствует свою часть спектра. Камера способна различать 250 цветов и определяет химический состав продукта в сортировке. Идет поток продукта, осматривается камерой и, собственно, принимается решение о том, соответствует заданным параметрам этот кусок или не соответствует. Ну и если не соответствует, пневматикой удаляется из потока. Автоматизированная сортировка твердых коммунальных отходов – это ступень на пути к переработке мусора и ликвидации несанкционированных свалок. Председатель АКЗС Александр Романенко уверен, за такими машинами будущее. Сегодня мы видим просто аналог того, что нам на сегодняшний день необходим. И сегодня важна вот в той реформе, которую важно мы проводим, сортировка именно мусора, чтобы потом в последующем его переработать. По словам представителей компании-разработчика, такое оборудование должно стать основой для мусороперерабатывающих заводов. До 2024 года по всей России в рамках мусорной реформы нужно построить 200 таких предприятий. Яна Аксенова, Владислав Кириенко, Анатолий Фукс. Новости. 27 января во всей России отмечали день снятия блокады Ленинграда. На Алтай в это страшное время перевезли 4000 детей. В село Боровлянка Троицкого района около 200. Многие из них не выжили. В честь снятия блокады Ленинграда в Боровлянке собрались местные и гости из двух столиц. Побывали там и наши корреспонденты. В 93 года Наталья Семенова-Крахмалева помнит все ужасы блокадного Ленинграда с точностью до мельчайших деталей. Помнит, как с матерью меняли папиросы на небольшую печку-буржуйку. Помнит, как жгли мебель дома, чтобы согреться. Помнит, как умерла мама и как четыре дня ее тело никто не мог забрать. Наталья Федотовна заняла ее место, стала присматривать за детьми. После первого блокадного лета пришел приказ отправляться в Алтайский край. И Наталья Семенова-Крахмалева была одной из тех, кто повез детей из Ленинграда на Алтай. Уезжать. Ну как откажется? Нельзя. Поехали. Поехали. В автобусе нас привезли на Ладожское озеро. Там, значит, вот так были постелины. Детей сложили туда. Поехали. Боялись обстрелы, самолеты летали, но нас не тронули. Новым домом для Натальи Федотовны и детей стало село Боровлянка. Сюда добралось около двух сотен ленинградцев, но выжили далеко не все. На гранитных плитах мемориала Боровлянки 88 имен. Вспомнить каждого из них 27 января, в день снятия блокада Ленинграда, пришли десятки жителей Боровлянки и делегаций Санкт-Петербурга и в Москвы. Это молодые педагоги и воспитанники творческих объединений двух столиц. Привезла их Елена Сафина, автор проекта «Везде и всюду ленинградцы. Петербург, Ленинград, Боровлянка». История «Семь лет». Мы в 2012 году увидели на местном телеканале сюжет о болтайских бабушках. И как-то душа развернулась. И к 9 мая петербургские ребята собрали посылки, завязалась переписка. Потом я очутилась на алтайской земле и как-то, знаете, увидела эту органику, поняла, прочувствовала и прожила историю, как можно всю жизнь прожить на Алтае, никогда не видеть Санкт-Петербург. На памятной церемонии дети Ленинграда, а сейчас жители алтайского края. Это Лилия Яковлева и Нина Ломакина. Ленинград Лилия Степановна покинула трехлетним ребенком. Выросла в селе Буланиха, которая неподалеку от Боровлянки. Сейчас живет в Заринске. Нина Андреевна почти всю жизнь провела в Боровлянке. Вспоминает, во время войны дорога до села была нелегкой. Странствовали целый месяц. На теплушках есть еще даже не вагон, а тогда таких и не было, наверное, что ли. А что за теплушки? Ну, это такие вагоны, у которых не двери, а купированные ворота, как ворота купе. Они открываются в весь вагон. Окон там нет. Еще Лилия Яковлевна рассказывает. В детстве видела у родителей документ, где было написано Лия Журавлева. Женщина предполагает, что это ее настоящее имя. А сменили на Лилию, потому что была еврейкой. Так ли это? Лидия Яковлевна просит узнать это у всех, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к страшному блокадному времени. Владислав Кириенко, Сергей Седых. Новости. И к новостям спорта. В Краевой столице накануне завершились трехдневные соревнования. Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию. Дмитрий Гладких побывал на трассе и знает все подробности. Основная задача соревнований – отбор на чемпионаты первенства России по спортивному ориентированию. В Краевую столицу приехали сильнейшие спортсмены своих регионов. В первый день состоялась лыжная маркированная гонка в пяти возрастных категориях. Во второй разыгрывались призовые места на классической дистанции. А в заключительный третий день прошли трехэтапные эстафеты. Основной закон ориентировщика и ориентирования – это не бежать быстрее головы. Чуть превышала скорость, а вы представляете, сетка очень густая. Вот один, третий, второй, третий с вороток не отметил, потерялся. Найти очень сложно. Это надо где-то от такой очень капитальной развязки начинать заново. Вот поэтому многие спортсмены неопытные, они теряют. Лучше идти спокойно, но зато точно выходить. Контроль прохождения дистанции участниками осуществляла электронная система отметки. Каждый спортсмен имел чип, который система считывала перед стартом. На контрольных пунктах и финише. В течение трех дней на старт соревнований вышло около трехсот ориентировщиков. Среди них победители и призеры чемпионатов мира и Европы. По территориальному признаку были сформированы команды Алтайского края, Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и Республики Алтай. Здесь конкуренция у нас очень серьезная. Сильные регионы есть, Томская ребята, сильные здесь со сборной стороны к универсиаде студенты приехали, которые будут в Красноярске участвовать. Красноярская команда очень сильная, то есть конкуренция. Сборной стороны здесь очень много. Несмотря на холодную погоду и пронизывающий до костей ветер, соревнования прошли без особых трудностей. В чемпионате Сибирского федерального округа в общекомандном зачете победителем стала сборная Красноярского края, набравшая в общей сумме 609 баллов. У представителей Томской области второй результат и 496 очков. Замкнули тройку призеров и ориентировщики Алтайского края. У наших спортсменов 447 баллов. Дмитрий Гладких, Сергей Седых, Новости. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь24 и всего вам доброго. Пока!